Ранним утром среды неизвестные преступники, отогнув часть металлической оконной решетки банкетного зала, проникли в кафе, расположенное у остановки улица Сурикова. Сложностей с проникновением у взломщиков, несмотря на ливень, не возникло. Старые стены сталинского дома без особого сопротивления выпустили из своей толщи массивный крепеж решетки. Выбрав такой путь проникновения, воры обеспечили себе несколько минут форы. Сигнализация в кафе срабатывает только в случае открытия двери или активного движения внутри охраняемого периметра. В данном случае сработал датчик движения. В 4 часа 7 минут пришла сработка на пульт о проникновении на объект. В 4.11 мы были на месте, по прибытию обнаружили, что вскрыто окно. Отзвонились на пульт, вызвали фузоргана, вызвали наряд полиции. С фузорганом осмотрели помещение изнутри, никого внутри не обнаружили. Ожидая приезда полицейских, сотрудники охранного предприятия в машине не просиживали. В округе всех обошли, кого смогли. То есть в магазины, в киосах ближайшие заглянули. То есть в дом обошли. То есть все тишина, никто ничего, того кого встретили, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Но опять же был ливень. То есть проблематично что-то было услышать. Взломщики ушли незамеченными, но практически ни с чем. Оказавшись внутри, они обнаружили, что денег в кассовом ящике нет. Тогда подельники попытались компенсировать неудачу похищением плазменного телевизора. Но тот оказался намертво прикручен к стене крупными болтами и не сместился ни на сантиметр. Уходить с пустыми руками было совсем обидно. Взломщики довольствовались двумя бутылками спиртного. Кроме пропавших Мартини и Когора, хозяева заведения не досчитались еще и пачки сухариков. О личностях и количестве воров полицейским неизвестно почти ничего, кроме того, что орудовали преступники в перчатках. С места происшествия Полина Хромцова, Мария Склярова и Виталий Векслер.